Почему пауки не насекомые? Насекомые и паукообразные – это два разных класса животных. У них общий тип – членистоногие. Куда также входят еще два класса ракообразные и многоножки. Пауки внешне похожи на насекомых. Почему же их выделили в отдельный класс? Давайте посмотрим на главное отличие пауков и насекомых. На самом деле, нам просто кажется, что у них много общего. Потому что маленькие, ползают и в целом не очень приятны для людей. Общее же у них лишь хитиновый покров и соединение брюшка и груди тонким стебельком. И то, что ноги по бокам. Далее одни отличия. У насекомых шесть лап, у паука восемь. У пауков есть специальная конечность около рта с ядовитыми коготками. У насекомых есть своеобразная шея, поэтому их голова подвижна. У пауков голова сразу переходит в грудь. У насекомых два глаза, и их зрение довольно продвинутое. У большинства пауков восемь глаз, устройство которых намного проще. Но, пожалуй, главное отличие пауков и насекомых в том, как они питаются. Насекомые питаются по человеческим меркам классически. Жьют либо листья, либо чье-то мясо тех же насекомых. Паук же переваривает пищу снаружи. Впрыскивает желудочный сок, а потом высасывает переварившуюся субстанцию. Пауки плетут паутину, в которую попадаются насекомые. Подобных технологий у насекомых нет. Паутина более чем на 50% состоит из белка фибраина. Он более прочный, чем кевлар. К тому же очень эластичен. Поэтому фибраин активно используют в биомедицине и текстильной промышленности. И пауки, и насекомые – древние животные. Первые пауки появились примерно 380 миллионов лет назад. Насекомые появились чуть раньше – 435 миллионов лет назад. И те, и другие – одни из первых, кто активно начал осваивать сушу. Кого в мире больше? Насекомых, причем с большим преимуществом. Всего насчитывается 43 тысячи видов паукообразных, включая вымерших. Насекомых же известно более 1 миллиона. Клещи и скорпионы также относятся к паукообразным. У них с пауками много общего.